здравствуйте уважаемые слушатели вебинара тема сегодня подбор ресурсных спецификаций по критериям в ерпи откуда возникла такая необходимость когда мы имеем сложное изделие и к нему появляется новая модификация то приходится создавать новые номенклатуры спецификации для самого изделия и всех составляющих узлов и деталей на всех уровнях это приводит к увеличению количества и и сопровождение таких ресурсных спецификаций довольно трудоемко поэтому в версии с версии 2.5.1 появилась возможность подбора динамического подбора ресурсных спецификаций по критериям при этом понятие основной спецификации которая была раньше упразднена и автоматический выбор спецификации выполняется по периодам действия и по вот этим вот произвольным критериям которые определяют модификацию изделия и и составляющих узлов и деталей эти критерии принято называть параметрами назначения таким образом спецификации появляется список параметров указывая конкретные значения этих параметров в спецификациях мы уточняем в каких именно моделях будет применяться эта спецификация заказ на производство этап производства выбирается то спецификация которая больше подходит по параметрам назначения в качестве параметров назначения выбираются такие общие внешние параметры характеризующие модель модификацию например это могут быть условия эксплуатации области использования серийный номер индекс моделей ну и так далее где же задаются и как задаются параметры назначения параметром назначения может быть направление деятельности доп реквизиты направлений деятельности подразделение диспетчер и доп реквизиты подразделений диспетчеров перейдем непосредственно к настройкам и показу всего этого механизма у нас в настройках производства появился новый флажок который называется использовать параметры назначения спецификации настройках мы задаем параметры назначения здесь мы видим два параметра назначения класс защиты экспорт они это есть доп реквизиты направления деятельности давайте посмотрим где это все задается направление деятельности производство масок сегодня актуально и вот мы видим что доп реквизиты такие вот класс защиты номер серии экспорт заданы для направления деятельности вот мы тут использовали только класс защиты остальные мы сейчас не заполняем для них чтобы не усложнять таким образом у нас создано три направления деятельности с тремя классами защиты и сюда в параметры назначения мы можем выбирать вот все доп реквизиты любые доп реквизиты направлений деятельности и подразделение диспетчера а также сами вот диспетчеры подразделения и направление деятельности если мы сохраним такой вариант параметров назначения спецификаций то в самих спецификациях мы увидим в том же порядке эти параметры назначения вот они как заданы если мы убираем из настроек какие-то ну давайте уберем это берем это сохраним то и в ресурсной спецификации у нас также останется всего два параметра назначения данном случае класс защиты и экспорт мы сказали что при наличии одинаковых спецификаций с одинаковыми параметрами назначения система не знает что выбрать поэтому тут используется механизм вытеснения то есть ресурсная спецификация с более поздней даты начала имеет приоритет кроме того если даты совпадают то приоритет имеет ресурсная спецификация с более поздним кодом давайте посмотрим вот у нас две ресурсные спецификации у них клад защиты один и там клад защиты один здесь дата действует с 1 июля код 92 другой спецификации экспортный вариант типа действует с той же даты но код более поздней то есть будет выбрана всегда спецификация с более поздним кодом и в ресурсной спецификации здесь мы видим что спецификация может быть вытеснена более приоритетным и можно посмотреть чем же она может быть вытеснена вот как раз тем что мы только что посмотрели смотрим как это действует на практике создадим заказ клиента дальше заказ на производство и дальше этап этапы производства но тут еще отметим что в нашем примере у нас из изделия вот значит маска используется внутри изготовления вот такого полуфабриката как клапан выдоха он из заготовки делается выглядит это так значит вот клапан выдоха мы тут используем и система должна подобрать тот в зависимости от параметра назначения соответствующие соответствующие спецификации давайте все это посмотрим переходим заказы заказы клиентов у меня тут созданы берем этот заказ значит производим маску где же указывается направление деятельности которая определит дальше все параметры назначения на указывается вот как раз в направлении деятельности значит для этой маски по этому направлению деятельности должна быть подобрана соответствующая спецификация так этот заказ у нас проведен проведен создаем заказ на производство и как мы видим спецификация подобрана автоматом ровно то спецификация которая имеет больше приоритет это класс защиты один экспорт смотрим дальше значит на основе этого заказа производства создадим давайте отсюда создадим этапы производства этапы производства созданы и мы видим что здесь тоже для клапана выдоха вот соответствующий правильный правильная спецификация подобрана таким образом этот механизм он протягивается от затяга от заказа на клиента через заказ на производство на все этапы на все полуфабрикаты теперь следует отметить что этот заказ планируется или уже сделано про протягивать и через планы производства давайте посмотрим вот у нас есть план производства простенькие которые формируются на основе заказов клиентов заказах указан указан указано это направление деятельности и также как из заказов клиентов была подобрана спецификация заказе на производство здесь также должно произойти но к сожалению в этой тестовой версии пока это не срабатывает вот видите вот не сработало спецификации не были подобраны поэтому мы тут их подберем руками вот у нас заказ так должен должен был бы быть заполнен заказ на производство ну дальше понятно что после утверждения на основе заказа могут быть созданы заказы на производство но это уже известные вещи далее так здесь у нас давайте вот так вот по одному у нас уже созданы заказы на производство таким образом таким образом этот механизм протянут через заказы клиента планы производства заказы производства этапа То есть вот параметры назначения могут быть вот так вот довольно гибко использованы. Ну на этом все. Спасибо за внимание.